Сегодня в Чебоксарах с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. С утра он заехал в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, чтобы посмотреть ход строительства нового центра. Напомним, мы его начали возводить в прошлом году. Новый четырехэтажный корпус предназначен для реабилитации пациентов. Его стоимость 440 миллионов рублей. Из них более 300 миллионов из федерального бюджета, а 100 – собственные средства центра. Помимо профильных больных, здесь будут оказывать помощь и спортсменам-профессионалам из округа. В центре разрабатывают специальную программу восстановления. Активно поддерживаем наших баскетболистов, хоккеистов, поэтому считаем, что в ПФО это отделение тоже будет очень востребовано. Здесь будут сконцентрированы артероскопические малоинвазивные вмешательства. Показали Игорю Комарову и цифровой контур федерального центра. В медучреждение внедрена электронная медицинская карта, в которой сосредоточена вся база данных на пациента. Ее можно открыть в любом месте – в регистратуре, кабинете врача, процедурной. Данные очень важны для последующих визитов. Их можно синхронизировать с оказанием услуг в других больницах. Вот так вот выглядит примерно дневник пациента, его история болезни. Помимо этого, мы предлагаем каждому пациенту, который проходит у нас лечение, иметь свой личный кабинет. Вот так вот. Да, это все посещения здесь учитываются. Это все исследования, да, все назначения. В цифровой контур вошла и операционная, полный список пациентов за день, проведенных операций, последующих назначений. Все это ускоряет механизм оказания медпомощи в разы. Одна из новинок центра – нейросеть, которая позволяет максимально точно ставить диагноз. В базе данных более 30 тысяч снимков. Искусственный интеллект выдает по аналогии не только диагноз, но и план лечения. Помогает, это как правило, дополнительное, в принципе, на сегодняшний день. Даже то, что мелкие нюансы может врач не замечать, программа все-таки это все будет. Для того, чтобы наладить и настроить, вы сами, наверное, даете информацию, сами обучаетесь сначала. Программу, сначала программу обучаем. Недавно в центре появился роботизированный комплекс. Такой экзоскелет помогает восстанавливать временно утраченные двигательные функции. Много и других новшеств в диагностике, способах лечения и реабилитации. На очень высоком уровне организована работа, он такой, образцовый у нас центром. Три четверти людей, которые обращаются, это жители других регионов, что тоже очень важно и действительно впечатляет. И жители регионов Приволжского округа, в первую очередь, и других территорий страны, приезжают сюда, обращаются за очень квалифицированной медицинской помощью. То есть, на самом деле, это тоже является достоинством региона. Вместе с новым корпусом в федеральном центре к концу года планируют ввести в строй и гостиницу. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.